Сейчас мы с вами сделаем вот подобные текстуры в одной технике, на самом деле в такой технике можно делать все возможные текстуры и мы с вами еще будем их прорабатывать позже, сейчас посмотрим технику выполнения подобных вариантов и как сделать так, чтобы у нас все растекалось равномерно, красиво, все просыхало и была легкая текстура. Я уже подготовила себе две типсы с фоном, с темным и с камуфлирующим, а тем делом подготовлю фон, подготовлю гель для растекания на типсу, тонким-тонким слоем, промазывающим особенности на ручках клиента, не доходим до боковых валиков, не заводим под кутикулу, когда работаете на ноготках. Все эти боковушки, все это прорабатываете тонкой кистью и потом быстренько сушим, чтобы не было у нас затеков. Тонким слоем наносим гель для растекания, я люблю именно по растеканию делать, так как наш материал с кисточки будет уходить быстрее. Кисточку я использую, рублю в пятерочку, ту же кисточку, можно в этой технике брать шире, можно, но я использую обычно ее. Далее ставлю гель на палитру, именно с гелем, с прозрачным гель-лаком я делаю. Можно гель, можно гель для растекания, я имею в виду, можно базу, топ, без разницы. Именно в таком виде я делаю растекашку. Почему? Потому что, когда она, цвет на цвете, то она получается более объемная, более тяжелая. И риск того, что он не просушится, когда у нас цвета лежат на прозрачке, то как раз-таки она спасает. И, скорее всего, у вас все прекрасно будет ложиться, потому что с гелем для растекания, во-первых, он растекается лучше, а во-вторых, прозрачка, она лучше просушивается, поэтому с ней я люблю больше. Я, как правило, ставлю все на палитру, потом беру кисточку круглую либо тонкую, к примеру, и ставлю хаотичные разводы. Сейчас я не буду перемешивать, просто поставлю разводики, поставила раз, и потом, например, поставила с другой стороны. Уже формирую нашу текстуру. Далее я возьму блестки, это у меня вот маные мои любимые, и будет у меня текстура с белым и с блесточками. И можно, например, еще добавить, да. И теперь беру кисточкой и подхватываю наш материал. Как бы лопаточка подбираю, лопаточка подбираю, она у меня, получается, материал сверху должен лежать. Потом ставлю этот материал на типсу, немножко прикладываю типсу вниз, кисть ближе к типсе, и начиная разводом, разводить вправо-влево немножечко иду, чтобы нашу текстуру, которая сходит на типсу, надо ее немножечко расплющить, чтобы она вправо-влево ушла. Если мы сразу поставим кисточку вот в таком положении, то текстура очень быстро туда сольется, и будет большой-большой плюх. Если мы положим более параллельно, то она будет медленнее изначально сходиться, и потом, так же, как в той технике, мы приподнимаем, она становится быстрее уходит. Так, пока я с вами болтала, посмотрите, у меня произошло тут растекание, ну давайте попробуем, посмотрим, потом сделаем заново. Я подхватила лопаточкой, положила текстуру, и даваю вправо-влево потихонечку вести, и потом уже поднимаю кисточку, чтобы текстура у меня до конца сходила сюда. Да, и можно огибать то, что нужно. Все, посмотрите, хоть у нас и она растеклась, но она красиво получилась. У меня тут еще осталась текстура, я опять беру лопаточку свою, подхватываю, и могу, например, пойти вот с этой стороны. Положила вправо-влево, обошла, потихоньку, и сюда же увела. И у меня уже получается растекание на весь ноготок. Снова подхватила, положила, в ту, когда начинает растекаться, вправо-влево, здесь прям совсем маленький материал подхватила, поэтому двигаюсь по чуть-чуть, не часто, точнее, не быстро. И вот, смотрите, и можно подождать, когда растекется. Но это мы сейчас вам не смотрели, как выполнять, сейчас мы заново сделаем эту текстуру, этот цвет. Наносим гель для растекания, я уже убрала салфеточкой с обезжиривателем. Все, что мы сделали, нанесем. Я не люблю текстуру на весь ноготь, так таковый. Я, как правило, люблю делать именно на пол ногтя или сочетать их с градиентом. И промазывающим слоем, он не совсем тонкий, но и не толстый. Обратите внимание, какой он толщины. Да, то есть его тут немного на самом деле. Промазывающим слоем наношу гель для растекания, либо обычный боздоб. Стараюсь, чтобы это был не прям сильно жидкий материал. Беру наш белый оттеночек. Наношу он такой корректорный, поэтому он у меня держит форму. Если он будет такой более жиденький, то он, скорее всего, очень быстро будет расплываться у вас. И текстура у вас будет чуть-чуть другая. Но это нормально, просто в зависимости от ваших материалов, от ваших рук, то, как вы делаете, у вас будет своё. У вас будет реально своё. И не пытайтесь супер-пупер повторить за мной. Подхватила, я побольше в этот раз подхватила материала. И теперь кладу кисточку на наш ноготок и начинаю вправо-влево уезжать. И я хочу сейчас по краешку пойти. И дальше я иду тихонечко, немножко приподнимаю на ноготок, потому что материала уже становится меньше и меньше стекает. И вот здесь я хочу закончить. Всё, и можно подождать, когда он растекётся, и отправить в лампу. К примеру, вот здесь у нас может быть градиент, либо сделать стемпинг или ещё что-то подобное. Либо ещё можно добавить, конечно же, и текстуры тоже. Ну, давайте, у нас тут ещё немножко осталось. Мы можем это доработать, это нормально. И поставить здесь как бы небольшую дымку вот отсюда. Сюда. Ну, и чтобы на самом деле был прям красивый эффект, можно немножко подождать, чтобы он подстеклось у нас. Всё, вот смотрите. В такой технике на самом деле нужно очень много всего придумать, очень много сделать. Соединить с градиентом я очень часто делаю. И мне нравится именно вот такая дымка с белым, немножко с блёстками, либо просто с чистым белым, чтобы не утяжелять нашу текстуру. И отправить в лампу. На второй типсе, на полупрозрачном цвете я буду использовать серые оттенки. Обратите внимание, что в текстурах очень редко использую чёрный цвет, потому что сейчас я не особо люблю чёрный. Но, возможно, скорость поменяется, и я буду любить. Если вы любите чёрный, то, пожалуйста, его используйте, не бойтесь. Я наношу также мой мазочек геля на палитру. Беру мою кисточку. И, например, сейчас давайте по-другому немножко поставим. Наношу два серых оттенка. Чтобы сделать контраст, я нанесу белый. Нанесу гвосточки. Их, конечно, не обязательно, абсолютно. Всё, и так можно теперь подобрать их. Вот, смотрите, какая красота у нас получается. Подбираю. И буду. Давайте вот с этого кончика пойдём. И начинаю как бы немножко вправо-влево. Кисточка лежит более согнута к ноготку. Распределять материал, чтобы он у нас скатывался не просто по одной тонкой линии, немножко расплющивался вправо-влево, и полосочка была пошире. Чем дальше идём, тем больше приподнимаем кисточку, чтобы материал у нас скатывался. Потому что материал есть сверху, но он не скатывается, когда она у нас лежит кисточка параллельно. Вот я хочу, например, здесь закончить. Вот, смотрите, как красиво у нас растекается. И, к примеру, я могу уже закончить вполне, да. Могу ещё показать вам и поставим, давайте, ещё один мазочек. Это я бы уже закончила, наверное. И сделаем быстренько ещё один мазок. Обязательно делайте по одному ноготку, потому что если вы будете делать сразу на нескольких ноготках, это немножко много времени. И это может что-то расплыться, и вы не успеете просушить. Всё, я подхватываю материал кисточкой. И вот отсюда, к примеру, хочу пойти, чтобы добавить вот эти блёсточки. И обогнуть, к примеру, вот сюда. И тонкую кистью, в принципе, вы можете где-то что-то подправить. Вот, посмотрите, какое растекание очень красивое. Всё, вот, прекрасно всё растекается. И теперь отправляем в лампу. Вот мы перекрыли этап. И посмотрите, какие они красивые у нас получились, особенности. Вот, на камуфляже я прям обожаю такие текстуры. И белый цвет на камуфляже очень круто смотрится. И с гардиентом они очень классно смотрятся. И дальше уже в следующем блоке, где будет совмещение техник, мы с вами побольше поработаем с текстурами, с цветовыми решениями. Сейчас я вам показала в большей степени техники. Вы можете тоже поиграть с цветами. Но дальше мы будем это всё соединять и делать различные варианты, совмещенные с разными техниками.